Вирус Т – самое известное биологическое оружие корпорации Амбрелла. Первое известное применение – леса неподалеку от Раккун-Сити. Но объект нашего сегодняшнего внимания – не событие, произошедшее в особняке Спенсера, его окрестностях и самом печально известном городе-призраке Раккун-Сити. Наша сегодняшняя цель – сам вирус, известный под маркировкой Т. Всем привет, с вами Игрок. Сегодня мы с вами подробно рассмотрим вирус Тиран, а точнее его воздействие на человека. Т-вирус за свое долгое существование претерпел множество модификаций, некоторые из них настолько меняли вирус, что маркировка была изменена. Поэтому сегодня мы рассмотрим только оригинальный вирус Тиран, а такие, как например Т. Вероника, в видео присутствовать не будут. Краткий экскурс в историю. Т-вирус разработан на основе вируса предок, устойчивую культуру которого вывели Озвелл Спенсер, Джеймс Маркус и Эдвард Эшворд в декабре 1966 года. В январе 1978-го доктор Маркус выделяет культуру вируса Т. В 1988-м году Альберт Вескер и Уильям Биркин убивают Маркуса по приказу Спенсера. И здесь мы закончим о истории, так как именно отсюда растут все ноги. Перед смертью Маркус работал над воздействием вирусом и пиявок. Собственно, заразившись от пиявки, уже после своей смерти Маркус ожил. Да, вирус достаточно силен для реанимации мертвого тела, причем зараженного после смерти. Маркус получил возможность управлять зараженными пиявками, создавать из них свои копии и трансформироваться в... Ну, вот в это. В игре это названо королевой пиявок. Сами пиявки крупного размера, шустро прыгают на короткие дистанции. В основном используются Маркусом для блокировки узких коридоров, заражения людей. Не забываем, пиявки это переносчики вируса. И, конечно же, как уже упоминалось выше, создание своих копий. Сам же Маркус боится яркого света, который очень серьезно ослабляет его организм, в том числе и регенеративные способности. Еще стоит отметить, что после заражения доктор не утратил память и разум. Да, он псих, но при этом он отдает какой-никакой отчет своим действиям и четко знает, чего он хочет. Но доктор Маркус это единичный, уникальный случай подобного заражения. И что этому поспособствовало, я не могу сказать. Если кто-то в курсе, пишите в комментариях. А теперь вернемся к самому вирусу. Распространяется он контактом кровь-кровь. Это значит, любое попадание вируса в рану или на слизистую оболочку приводит к заражению. По воздуху, как в фильме, он не передается. И это не Си вируса с шестой части, не надо путать. Только кровь в кровь. При попадании в человеческий организм, вирус начинает постепенно убивать своего носителя. Процесс не быстрый, именно поэтому Ракон Сити был повержен в хаос только спустя неделю после того, как крысы разнесли вирус по городу. Сам процесс смерти от вируса длится точно больше двух-трех суток. В качестве ориентира берем многими любимую героиню серии Джилл Вэлентай. В третьей части она была заражена ночью 28 сентября. Карлос Оливейро смог достать антивирус и ввести его Джилл только ночью 1 октября. Итого мы имеем 3 дня плюс-минус парочка, в зависимости от организма зараженного. И наконец, спустя это время, пациент умирает. И снова оживает в виде ходячего трупа, которым движет только одна цель. Питаться. А сколько времени уходит на превращение с момента смерти? Да почти мгновенно, от нескольких секунд до минуты, в зависимости от организма человека. Если кто-то хочет доказательств, то получите. В Resident Evil Degeneration мертвый офицер стал зомби почти сразу после смерти. А в Resident Evil 3 можно найти человека, которого только что загрызли зомби. И встает он как раз примерно через минуту после того, как умер. Да, человек становится самым обычным зомби. Медленным, тупым, но целеустремленным и чрезвычайно живучим. Однако и тут не все так просто. По общепринятой информации, зомби-вируса Т можно убить только выстрелов в голову. Но это не совсем верно. Способ умерщвления выстрелом из РПГ мы, естественно, в расчет не берем. В Resident Evil 3 можно найти файл наблюдателя, который гласит. Зараженные подопытные обладают невероятной живучестью. Они могут жить до нескольких дней, даже если выстрелить им в жизненно важные органы. Однако под воздействием вируса интеллект подопытных падает до уровня насекомых. Но, как мы понимаем, нескольких дней у нас нет. Так что выстрел в голову – это, пожалуй, единственный эффективный способ убийства. Но не единственный. А что же такое Crimson Head? Или же Алая голова? Это все те же зомби, но претерпевшие мутацию. При получении приличных повреждений, зомби, скажем так, впадают в кому. В это время вирус быстро преобразовывает и реконструирует основные части тела. После трансформации зомби становятся более ловким и агрессивным. На обеих руках отрастают ногти, которыми они без особых проблем способны вспороть человеку брюхо или перерезать горло. Изо рта валит большое количество пара, что говорит о наличии какого-никакого дыхания. Вот это поворот! И о том, что выдыхаемый Crimson и воздух имеет влажность близкую к 100%. В этом случае эффект тумана должен образовываться при любой температуре, которая ниже температуры тела. Из-за чего можно сделать вывод, что Crimson, в отличие от обычных зомби, не просто теплокровные. Судя по виду, он горит и горит как ракетное топливо. И да, реализмом здесь и не пахнет. Собственно, как и вся концепция живой мертвичины. Так что забейте. Имеет ли дыхание для Crimson Head значение? Не могу сказать. Скорее всего вряд ли, потому что все-таки они остаются живыми трупами. И это, вероятнее всего, просто побочный продукт мутации. Но особо внимательные зрители могут заметить, что это не совсем состыковывается с докладом наблюдателя, упомянутого выше. На этот счет я могу предложить три теории. Первая теория. Только модифицированная версия вируса способна на данную мутацию. Ведь Crimson Head'ов видели только в Resident Evil Remake. То есть в особняке Спенсера. И более они не встречались. И да, я в курсе, что Crimson'ы встречались в Raccoon City в спин-оффе Operation Raccoon City. Господи, вот это таталогия. Но, ребят. Я думаю, вам не нужно объяснять, почему эта игра, мягко говоря, не канон. А посему, ее в расчет не берем и в качестве доказательств и аргументов тоже. Вторая теория. Наблюдатель просто не дождался трансформации. И, наконец, теория номер три. Crimson'ы это просто предсмертное состояние, в котором зомби побегают денек и потом сами сдохнут. А какая теория по душе тебе? Пиши в комментариях, предлагай свою. В следующем выпуске мы рассмотрим воздействие вируса на животных и плавно перейдем к самому вкусному – биоорганическому оружию. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно напишите, как вам такой формат видео. С вами был Игрок. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok